Взгляд Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти Л. Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти 7 декабря 2019 года, 16.50 фото, Ник Оксфорд, Reuters, текст, Ольга Самофолова Очередное заседание ОПЕК Плюс закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче Почему королевство так старается? Члены ОПЕК Плюс накануне решились на новое сокращение добычи нефти В первом квартале 2020 года Альянс будет добыть еще на 500 тысяч баррелей в сутки меньше Если сейчас в рамках предыдущих договора Настя ОПЕК Плюс добывает на 1,2 миллиона баррелей в сутки меньше уровня октября 2018 года То в первом квартале будет на 1,7 миллиона баррелей в сутки меньше Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сократить объем добычи на 167 тысяч Баррелей до 10,144 миллиона баррелей в сутки Любопытно, что это фактически никак не повлияло бы на текущий уровень добычи в стране Потому что Саудиты и так постоянно перевыполняют свои обязательства В октябре в Саудовской Аравии добыли всего 9,89 миллиона баррелей в сутки Что меньше сокращенного объема на первый квартал в рамках новой сделки Конечно, такая новость не могла сильно поднять цены на нефть Сразу после объявления о сделке нефть марки Brent подорожала на 2% почти до 65 долларов за баррель Но судя по всему, этого саудитам мало Им нужен более дорогой баррель Именно поэтому позже последовало уточнение, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу еще на 400 тысяч Баррелей в сутки и готовы добывать лишь 9,744 миллиона баррелей Единственное условие для этого соблюдения сделки всеми ее участниками Таким образом, добыча нефти странами ОПЕК-плюс в первом квартале может упасть не на 1,7, а на 2,1 миллиона баррелей в сутки Россия в рамках сделки должна сократить добычу нефти без конденсата По методике ОПЕК, на 300 тысяч баррелей в сутки от уровня в 10,626 миллиона баррелей в сутки Таким образом, Саудовская Аравия уступила России право быть крупнейшим производителем нефти Решение ОПЕК-плюс и саудитов в целом можно назвать избыточным Если бы ОПЕК-плюс просто оставила все как есть, то есть текущий уровень сокращения добычи То спада цен на нефть вряд ли стоило бы ожидать Но саудиты готовы отдать свою рыночную долю только за тем, чтобы как можно выше поднять цены на нефть Этому есть простое объяснение Саудитам нужен оптимистичный фон и позитивный взгляд на будущее Чтобы как можно выгоднее выпустить свою нефтяную компанию в публичную жизнь На первом этапе IPO было размещено ее 1,5% акций Накануне в нефтяной компании рассказали, сколько удалось привлечь за эти акции И во сколько в итоге была оценена инвесторами нефтяная компания Сауди Арамко поставила мировой рекорд, выручив за продажу 1,5% акций 25,6 миллиарда долларов Это значит, что всю компанию инвесторы оценили в 1,7 ТРЛН долларов Размещение прошло по верхней границе ценового коридора Это IPO стала крупнейшим в мировой истории Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году китайской интернет-компанией Alibaba, которая привлекла 25 миллиардов долларов на размещение акций Тем самым саудовская нефтяная компания стала крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации Сауди Арамко обошла по этому показателю американских лидеров Microsoft и Apple Капитализация которых составляет 1,6 ТРЛН и 1,1 ТРЛН долларов На 11 декабря намечен старт торгов акциями Сауди Арамко На саудовской бирже А в следующем году даже не исключается размещение акций саудовского гиганта На одной из международных бирж Нью-Йорка, Лондона, Гонконга или Токио И лучшее, что могут сделать саудиты Это создать комфортные нефтяные условия для начала публичной жизни своего детища Если инвесторы будут негативно смотреть на перспективы нефтяного рынка Это может навредить торгам Сауди Арамко Слухи о том, что ОПЕК может сократить добычу полмиллиона баррелей в сутки Которые начали ходить до реальной сделки Во многом могли помочь Сауди Арамко Разместиться так дорого Кроме того, низкие цены на нефть бьют По доходам бюджета Саудовской Аравии И заставляют слишком быстро тратить собственные резервы Саудиты в отличие от России Например, по-прежнему живут так, будто нефть стоит 90 долларов Вывод Сауди Арамко на IPO Собственно стал следствием финансовых проблем королевства С точки зрения многих стран ОПЕК это рациональное решение Государственные бюджеты Многих из них сильно зависят от доходов от нефти Например, бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене нефти Бренд Около 90 долларов за баррель И возможное падение цен нанесет им гораздо более существенный ущерб Чем сравнительно небольшое сокращение экспорта Минус считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Канонов Можно было бы, конечно, ничего не делать дополнительно Учитывая ожидаемые проблемы на рынке Который мог бы сам подкорректировать цены Ни у кого нет сомнений, что мировая экономика в следующем году продолжит замедление Что выразится в снижении спроса на энергоресурсы Однако торговая война США с Китаем то набирает обороты То появляется надежда на первый мирный раунд в этом году Чем все закончится и как это отразится на нефти, до конца не ясно В самой ОПЕК плюс при этом считают Что в следующем году придет конец золотому веку американской сланцевой нефти Что, впрочем, не означает ухода главного нового соперника Добыча сланцевой нефти, как ожидается, замедлится Но это не означает, что она перестанет расти Ни то, ни другое уже не новость Поэтому это не особо поддерживало рынок нефти в последнее время В ОПЕК плюс официально заявили Что опасаются переизбытка нефти в первом и втором кварталах 2020 года Что могло давить на цены Мы действительно видим некоторые риски переизбытка предложения в первом квартале Из-за снижения сезонного спроса на нефтепродукты и сырую нефть Сказал глава российского Минэнергии Александр Навак Эр-Риад решил подстраховаться и обеспечить поддержку нефтяным котировкам Королевство будет продолжать делать все для того, чтобы саудовский нефтяной гигант оставался максимально дорогим Котировки Будут находить перманентную поддержку в действиях властей на нефтяном рынке Считает главный аналитик БКС премьер Антон Покатович По его оценке, если бы ОПЕК плюс отвергла идею более оглубленного сокращения нефтедобычи и оставила текущую сделку без изменений То нефть завершила бы год на уровнях в 60-64 долларов Резкого падения нефтяных котировок не было бы Но саудитам нужен рост цен Новая же сделка по сокращению добычи позволит нефти закончить год в диапазоне 64-68 долларов за баррель, считает Покатович Рублевая цена барреля марки Brent Накануне поднялась в район 4,1 тысячи против 4 тысяч неделей ранее Рост нефтяных котировок уже помог рублю окрепнуть Накануне доллар ушел на минимум с 8 ноября и стоил 63,61 рубль, а евро к минимуму с 25 ноября и стоил 70,3 рубля Впрочем, дальнейшие укрепления рубля в ближайшее время под вопросом из-за геополитических факторов Есть риски, что рубль может снова уйти за 64 К тому же конец года традиционно сопровождается ослаблением рубля из-за спроса на валюту перед Новым годом и роста рублевой ликвидности у банков С другой стороны, рубль поддержит также решение Минфина о сокращении покупки валюты по бюджетному правилу на 2,1 миллиарда рублей в день до 195,5 миллиарда рублей в период с 6 декабря по 14 января 2020 года Текст Ольга Самофолова